Всем приветики! Я хотел бы вам показать небольшой лайфхак, связанный с завариванием чая. Обычно мы кидаем пакетик в чашку и завариваем. Но дело в том, что этого пакетика на самом деле даже много для такой чашки. И поэтому можно заваривать не в чашке, а вот в такой вот банке. Она будет явно побольше, чем чашка. Не сильно, конечно, но побольше и по ширине, и по высоте. И вот именно в такую чашку, в банку, можно и заваривать чай. Кидаем туда пакетик и заливаем кипятком. Туда, правда, улетела и моя эта штучка, через которую доставать. Ну, да ладно, надо было и вообще оторвать. Наливаем. И, как вы можете уже видеть, уже оно стало довольно-таки коричневым. Ну, то есть, пакетика вполне даже очень хватает на эту банку. То есть, его не, ну, как это сказать, немало. То есть, заварка сильно такая, ну, зачастую заварка в этих чайных пакетиках сильно крепкая для чашки. И поэтому именно банка самый раз подходит такого размера. Вот. Ну, правда, сахара надо ложить побольше. Если в такую чашку примерно, чтобы было сладко, надо ложки 2-3 положить, чайные. То сюда, чтобы было сладко, надо ложки 2 столовые положить. Ну, вот. Поэтому мы берем, немножечко пошевелим пакетик, чтобы он все из себя отдал. Хотя, в принципе, ну, и так уж дом коричневый уже там, наверное, он все из себя отдал. Можно его достать, наверное. Вот. Ну, и, в общем, когда вы заварили уже чай, достали пакетик. Ну, правда, вы это сделаете за ручечку, которую я случайно утопил. Вот. Затем вы берете и сахар. Добавляете вот столовую ложку, но без горочки. Я это делал и просто засыпаем одну туда, засыпаем, и вторую. Засыпаем где-то вот такие, без горочки. Ну, то есть, такие. Даже, наверное, я и многовато взял. Ну, вот, чтобы она просто ровненькая была. Размешиваем. И все, и будет сладкий чай. Ну, это я показываю именно, как сделать, чтобы сладкий был 2 ложки. А вообще, я обычно ложу одну столовую ложку. Вот. Одна столовая ложка – это примерно одна чайная, но с горочкой. То есть, как если бы вы ложили чайную ложку одну с горочкой. Столовая без горочки – это будет и, ну, просто ровненькая столовая. Столовая ложка, в которой сахар засыпан ровненько – это будет одна чайная ложка, в которой сахар засыпан с горочкой. То есть, вы считаете, ложите сюда две чайные с горочкой. Просто что чайную сюда не засунешь, потому что длина как бы не за что будет держаться за кончик. А столовая, вот она как раз залазит удобно. И вы ей размешиваете себе чай. Ну, не чай, а сахар. Ну, вот как раз это всё равно что две чайные ложки с горочкой. Но я обычно ложу. Ну, одной, мне кажется, маловато будет. Да, для любителей сладкого. А я обычно ложу одну, просто чтобы как бы не совсем чай. Ну, чтобы чувствовался не совсем крепкий чай. А просто чтобы он такой сладенький. Ну, как-то вот, чтобы немножко получше было. Потому что когда совсем без сахара, во-первых, такое крепкое как-то получается. Даже на этой банке всё равно как-то вкус такой крепкий. Вот. Ну, и плюс вода кипяченая. Когда просто её пьёшь, даже заваренную с чаем, там чувствуется небольшой такой привкус. Ну, накипи чайниковской. Ну, жёсткость как бы чувствуется. А сахар всё мягчает немножко. Поэтому я всегда одну ложку ложу. Ну, сейчас две. Ну, и так обычно завариваю. Хотя, сколько вам сюда нужно ложить сахара, и нужно его ложить вообще, это вы уже можете по вкусу сделать. Положить ложку там малого, две, там, три, сколько вам надо. Чайную можете засыпать. Размешать столовой. Ну, в общем, суть была в том, что, донести мысль, что чайный пакетик для чашечки, ну, как бы, маловато. Лучше заваривать его в банке. Она практически как чашка, но повыше и пошире, как бы. Вот. Поэтому такой вот лайфхак. Вот. Как-то так. На этом всё. Всем покидал. Спасибо.